Накануне Дня Победы во Дворце Спорта Видное состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены жители города и района, школьники и, конечно, представители старшего поколения, для которых праздник со слезами на глазах стал главным в жизни. Много мы потеряли, большие потери. 27 миллионов погибло, как говорится, на фронтах Великой Отечественной войны. Наши земляки, здесь 33 тысячи человек, они ушли на фронт и вернулись только одна третья. Около входа в спортивный комплекс играла музыка. Под военные песни люди кружили в вальсе. Все желающие могли отведать каши из полевой кухни и посидеть в автомобилях времен войны. Школьники в военной форме устроили живой коридор и поздравляли с праздником тех, кто видел все ужасы войны своими глазами и не только на полях сражений, но и в тылу. Чего только не ели. Ели траву, ели щавель, конятник. Это все ели. И однако, как говорится, живы остались. Вот у меня есть медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. У меня стаж с 13-летнего ребенка. Работал в кузнице молотобойцем вручную. Интерактивные площадки работали и внутри Дворца спорта. Стенды с фотографиями участников сражений, солдатский привал и стилизованная военная палатка никого не оставили равнодушными. Ученики видновских школ отмечали, что День Победы – это не только история страны, но и история каждой семьи. Мой прадед воевал. Он был сержантом. Звали его Гайнулах Пасановичем. Он пропал без вести. Он храбро воевал, но, к сожалению, информации очень мало. В школе она преподает, чтобы мы штили память именно погибшим и не забывали о их подвиге. Война объединила всех. Зашла практически в каждый дом. И в эти памятные дни мы вспоминаем о тех, кто ковал для нас эту победу. Когда мы сегодня общаемся и пытаемся по крупицам собрать какую-то информацию. Поэтому чувство гордости, чувство патриотизма, чувство любви и чувство бесконечной благодарности тем людям, кто завоевал победу. В зале прозвучали слова поздравления от официальных лиц, после чего была объявлена минута молчания в память о погибших. А завершилось мероприятие праздничным концертом. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.